Бригада арбитров, которая обслуживает сегодняшний матч. Линейные судьи Анатолий Рыков и Кирилл Громов. И главные судьи матча два Ильи. Илья Шарагин и Илья Новгородцев. Ну и третий Илья, комментатор сегодняшнего матча Илья Обломов. Рад вас приветствовать. Что мы можем сказать по вчерашнему матчу? Я надеюсь, что вы смотрели, наблюдали за вчерашней игрой. 5-1 русские витязи растоптали и раскатали Сахалинский Хаку здесь на льду. Ну и, к сожалению, 7 поражений подряд. И, увы, яхт статус самый пропускает. Еще минуту команды будут играть 4 на 4. И 7 минут до конца второго периода. Ой-ой-ой, опасно! Как нехорошо и как опасно сейчас сместился Макс Арефьев в левый угол ворот. Не очень адресная передача сейчас была у Акул. Хорошо перехватываем. Кнауп! Кнауп бросать! Не стал кнауп сам бросать, но нарушение правил у Бусыгина. Удар соперника клюшкой. На 2 минуты Бусыгин покидает ледовую площадку. И какая-то потасовка там между Шангерадзе и Абитовым. Случилось вовремя. Орлов с Минихановым о чем-то там договорились. Побеседовали. Здесь, конечно, сбрасывание нужно выигрывать. Ну и, конечно, используют вот эти 20 секунд, которые остались до выхода. Парней! Какой неточный пас допускает Кнауп. Тем не менее, еще минуту 35 будет преимущество. Бросок! Да! Пересекла шайба! Пересекла шайба линию! И это гол. Ну до конца, до упора прождали. Не смог шайбу удержать. Давайте, если есть повтор, мы сейчас посмотрим. Шайба линию пересекла однозначно. Не удержал ее Роман Рыбаков. Вот смотрите. Продержали шайбу. Бросок был. И вот она выскочила. Да, конечно, пересекла. Есть, есть, есть. Естественно. Ну, давайте смотреть. Что скажут судьи? Да, шайба засчитана, конечно. Оно было видно. Ну и прям напали на вратаря, конечно, после того, как шайба была зафиксирована ловушкой. И с одной стороны, я понимаю, игроков Акул. С другой стороны, силу инерции тоже некуда девать. И когда-то так подразогнался. Заставляет кататься своих подопечных. Не стоять на месте. Чередниченко. По диагонали пас налево был задуман, но перехватили эту шайбу. И удаление, и удаление будет сейчас у Акул. Чередниченко. Зачем-то начал распускать руки, Дима. Непонятно, для чего ты сейчас это сделал. Но был момент. Пропустили. Тем более, что шайба находится в вашей зоне. Для чего? Непонятные мне действия Чередниченко. Напомню, это один из новичок островного коллектива. Две минуты будем играть в меньшинстве. И пятый игрок выйдет на площадку за одну минуту до конца. И посмотрите, продолжаются какие-то славеские перепалки с агрессивными обнимашками. Скидывает 16 номер сахалинской команды Глеб Бондаренко. Краги бросает клюшку. Но, конечно, лезут разнимать линейные. Вы знаете, друзья, если бы были какие-то действительно спорные моменты, то, может быть, конечно, стоило бы выяснить отношения. Но вот для чего это делать, когда... Да, вы выигрываете, конечно. Но зачем вот эти выяснения? Зачем эти удаления? Они непонятны. Продолжаются... Продолжаются стычки. И уже и... У Бондаренко каска на льду. Продолжает Бондаренко. Смотрите, не остывает. Не остывает Бондаренко. Кто там против Бондаренко? 14-й, да, номер? Егор Зубов. Егор Зубов. Да, смотрите, Бондаренко. А едет Бондаренко уже в раздевалку. За драку. Малый плюс большим плюс дисциплинарный. Малый, большой и дисциплинарный до конца игры штрафом наказан. Глеб Бондаренко, номер 16-й у сахалинских акул. Ну и сейчас под каждую неточная передача была. Но остается шайба в зоне. Бросок. Самое ужасное, наверное, это когда так шайба скачет. Ну и, да, в воротах шайба. 1-1 за минуту 50 до завершения второго периода. С двойным численным преимуществом в большинстве. Русские витязи. Сравнивают счет. Давайте еще раз посмотрим этот момент. Да, с центра. 19-й номер. Иван Дементьев. Начинает разбираться. Выяснять свои отношения. Да, протянули. Нарушение правил, конечно, есть. И стычка. Трое на одного. Боже мой. На Ярового там наскочили. Ну для чего это делать? Судья поднял руку, зафиксировал нарушение. Кто там? 75-й номер. Там кувыркнулся Булат. Очень сильно. Один из лидеров. Который. Ну тащит, тащит команду. Уводит Булата Миниханова сейчас с площадки. Знаете, что-то мне подсказывает, что и до этого сахалинские акулы достаточно жестко играли. И мне кажется, что сейчас просто начнется какая-нибудь заруба. И на синюю линию. Кнауп направо. Орлов здесь стоит на синей линии. И что там? Под игроками оказалась шайба. И опять драка. Ну зачем драка? Опять удаление. У сахалинских акул будет удаление. Кого удаляют? Михаил Роденко отправляется на скамейку штрафников. Ну что, друзья, овертайм сегодняшней встречи. Сахалинские акулы против русских витязей. Наконец-то, вот я смотрю в чате, разобрались, кто откуда. Есть ясность, кто представляет Подольск, кто витязь. Самое главное правильно. Они там в 20 минутах езды друг от друга находятся. А вот у нас всего немного времени. До первой заброшенной шайбы. И что там возле ворот происходит без нарушения? Свисток. Не поднимает. Судья рукой не фиксирует нарушение. Все слова главного тренера сахалинских акул. Морозов побороться за шайбу. Не так активно, конечно, как хотелось бы в обороне. Да, и выигрывают. Выигрывают русские витязи. Сегодняшний матч. Мощным броском Илья Ануфриев забрасывает победную вторую шайбу в овертайме. В своей зоне допустили такую ситуацию. И Илья Ануфриев, 15 номер, забрасывает победную шайбу и приносит победу своей команде.